Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодняшнее видео это урок по макияжу-первые впечатления от вот этой вот палетки Too Faced Natural Love. Боже мой, у меня эта палетка, мне кажется, 2 или 3 месяца лежит и я даже не сводчила ее вообще, даже не прикасалась к ней и ждала вот все, чтобы снять макияж и первые впечатления на видео. Здесь большая палетка, здесь 30 оттенков, огромное зеркало и обзор этой палетки будет чуть позже, когда я сделаю несколько макияжей, поиграю с ней вдоволь, пойму как чего что. У меня есть несколько палеток Too Faced, я в принципе люблю качество теней Too Faced, вот как раз будем разбираться, похожи они на предыдущие палетки, не похожи, потому что у Too Faced есть тенденция, что когда они делают какие-то выпуски типа там палетки там Новый год, какие-то еще ограниченные серии, что у них качество пониже, чем у регулярных палеток. Мне привозила подруга из Америки эту палетку, пожалуйста, я уже говорю везде и всегда, что Too Faced принадлежит сейчас компании Estee Lauder. Когда бренд принадлежит такой гигантской компании, то соответственно только эта компания является официальным дистрибьютором, поэтому никаких вот этих вот сайтов типа там Too Faced.ru или что-то такое просто не может существовать от слова совсем. Там продаются подделки, либо какие-то перекупленные товары, у меня будет обязательно видео на эту тему, если оно уже было, то я оставлю обязательно ссылку на него внизу. Пожалуйста, Too Faced невозможно купить из Америки без посредника, невозможно, нет сайтов, которые доставляют в Россию только через посредника. Но Too Faced представлены в большом количестве стран в Европе, точно в Польше, точно в Италии и точно в Эстонии, ну то есть много где, в сифорах, в магазинах реально есть Too Faced, поэтому если вы путешествуете в эти страны, то можно все посмотреть по существа. Конечно, эта палетка это ограниченная коллекция, Limited Edition, я вообще не планировала ее покупать, ну как обычно, я ничего не планирую, но если бы я покупала бы, наверное, все то, что мне просто нравится, мне не было бы о чем снимать на каждый день видео. Я потому что смотрела на эту палетку и вот у меня ощущение, что здесь как будто все абсолютно одинаковые цвета, что как будто просто большое пастельное пятно, серьезно. Но я сейчас начала пробовать, мне нравится макияж, который я сделала сегодня, тени пока на первый взгляд хорошо тушуются, хорошо себя ведут. Пока мне кажется, что это была бы неплохая какая-то вот базовая, возможно, палетка, потому что, повторюсь, пастельное пятно с естественными оттенками. Ну ладно, не будем забегать вперед, давайте переходить просто к нанесению этого макияжа, а обзор будет чуть позже. Итак, макияж я начинаю вот с этого оттенка, он называется Spotlight. Набираю его на пушистую кисть и начинаю потихоньку оформлять складку. Далее я перехожу на оттенок Nudy, красивый прям цвет тени, какой и нужен, и им дополнительно углубляю складку, работаю все той же кистью. И я наношу его и как бы закручиваю, если можно так сказать, внутрь. То есть встаю всегда на внешний уголок и уже от внешнего уголка закручиваю и затушевываю вовнутрь. Далее я перехожу на кисть поменьше меня, это N Beauty A9. И далее я беру вот такой вот теплый коричневый оттенок, он называется Make Up and Chill. Пока тени набираются очень хорошо и очень хорошо растушевываются, просто после всяческих проблем последнее время с палетками, прям аж как-то даже странно. Я наношу этот оттенок на внешний уголок и втушевываю его в складку и с помощью также этого оттенка делаю небольшую оттяжку к виску. Далее я беру плоскую кисть и набираю оттенок Honey Pot. Вот его можно в принципе набирать и сухим, видите, он отлично набирается, но, конечно, влажным методом он намного более ярче становится. Давайте я вам сейчас покажу сначала просто кистью, как он наносится, при том, что на матовой тени очевидно, что он наносится очень даже хорошо. Другое дело, что лично мне хочется поярче оттенка, и я сейчас посмотрела на второй глаз, мне нужно здесь еще дополнительно затемнить. Я на кисть брызгаю Fix Plus, и интересная текстура такая получается. Хорошо, что она, знаете, кусочками не ложится, то есть оно как в крем, что ли, какой-то превращается. И просто намазывается. И когда тени чуть-чуть подсохнут, то здесь вот надо будет эту тушевку смягчить немножечко. Далее плоской кистью, в данном случае у меня это N-Beauty, я набираю для начала немного оттенка Nudy и подвожу им нижние века. Далее возвращаюсь к темно-коричневому, который называется Make Up and Chill. Далее я беру черный карандаш, подвожу нижнюю слизистую. Также прорабатываю нижний ресничный контур. Чуть-чуть растушевываю карандаш по нижним ресницам, и далее набираю черный оттенок Stiletto. И, собственно, им закрепляю вот этот черный карандаш на нижнем веке. И дальше я крашу и подкручиваю ресницы, и клею ресницы. Сегодня у меня супер-просто-пупер-естественный вот такие вот. Это House of Lashes. Так, ну что, поехали дальше. Уже будем переходить к макияжу лица. Я беру Backlight Priming Filter. Это Бека. Господи, база под макияж, мерцающая. Очень ее люблю, и что-то давно я ей не пользовалась. Знаете, так бывает, что ты очень любишь, и просто забываешь периодически этим пользоваться. И дальше я наношу точками крем от Tarte и растушевываю бьюти-блендером. Кстати, миллион вопросов вечный, почему я больше не использую кисть Artis. Я ее использую, просто я же теперь снимаю в студии, а кисть у меня дома лежит. А вторую сюда я еще пока не купила, поэтому вот с бьюти-блендером. Но на самом деле это даже хорошо, потому что я больше подружилась с бьюти-блендером, наверное. Господи, забываю все снимать. Я дальше наношу консилер от Tarte в оттенке Light Neutral. Который раз говорю, все время стараюсь в каждом видео с вами говорить, что это много. Я это делаю для того, чтобы на камере выглядело все ровно. Но для жизни нужно, ну, примерно раз в 12 меньше, наверное. Но на самом деле я должна сказать, что я бы и в жизни пошла бы совершенно спокойно так. Этот консилер, ровно как и тон, лично для меня не создает какое-то супер плотное ощущение. Но здесь, опять же, зависит от того, к чего привыкли вы. То есть, если вы пользуетесь там постоянно каким-то, не знаю, CC-кремом или, не дай бог, там вообще не используете тональный крем, конечно, для вас это все будет очень тяжело и так далее. Поэтому всегда все очень относительно и всегда все зависит от того, что и с чем мы сравниваем. Далее я припудриваю все лицо пудрой от Laura Mercier. Наношу немного контура от Makeup Geek. У меня это оттенок Breakup, это Cool Porcelain. Далее я беру румяна от Holika Holika, это кремовые румяна. И я их наношу вот такой вот необычной очень кистью от N Beauty. Это, насколько я понимаю, дуофибра. И здесь фишка в том, что когда кисть чуть-чуть подрасплющивается, она прям принимает форму вашего яблочка. Это кисть S6. Ну, то есть я набираю сначала румяна, видите, оп. И прям за пару движений рисую себе яблочки. Далее я беру в качестве хайлайтера Жуэ в оттенке Цитрин. Что-то я про стольких своих любимчиков забыла, как их в офису изла и столько всяких новинок на пробу. Но нет, я все равно прям обожаю, обожаю этот хайлайтер. Мне еще нравится то, что он очень тоненький и очень такой заполировывающий. То есть он, я бы не сказала, что он подчеркивает текстуру. Но главное наносить такие хайлайтеры вот такими легкими круговыми движениями. Также каплю добавляю его под бровь. И также его добавляю во внутренний уголок. И далее я наношу блеск помаду от LA Splash. Это оттенок Angelic. Ну и все, мой макияж завершен. Я надеюсь, что это видео вам было полезным и интересно. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайк и подписываться на канал. Заранее вам всем большое спасибо. Мы с вами скоро увидимся. До встречи и всем пока!